Всем привет! У меня в руках два новых смартфона от BQ. Обе модели называются Strike Power, но отличаются они индексами, и одна из этих моделей также имеет поддержку сетей 4G LTE. А так, в целом, смартфоны как двое злорца, однако с лица. Но скажу честно, пару отличий я всё-таки найти смог, и я вам об этом обязательно расскажу. Итак, смартфоны поставляются вот в таких фирменных красочных упаковках. Комплектация включает в себя зарядное устройство, микро-USB кабель и немного макулатуры. Если посмотреть внимательно на упаковку, то можно будет увидеть эти смартфоны в других расцветках. Мне на тест достались чёрные. Смартфоны имеют металлические корпуса округлых форм. Экран защищён стеклом 2.5D, причём уже с завода установлена защитная плёнка, а это пара сотен рублей экономии. Как я уже говорил, с точки зрения внешнего вида отличий между смартфонами нет. Ну, почти нет. Если внимательно присмотреться, то можно заметить разницу в скруглениях по углам экранов. Сами экраны, конечно же, прямоугольные, но на защитное стекло нанесён рисунок, чтобы смартфон выглядел так, как будто бы у него экран со скошенными углами. Так вот, у не 4G версии рисунок угловатый, а у 4G округлый, более гармоничный. Вдобавок, в обе модели установлены широкоформатные IPS-матрицы диагональю 5.45 дюймов и разрешением 1440 на 720 пикселей. Но если приглядеться, то можно заметить, что экраны имеют разную температуру. У 4G экран более тёплый, а у не 4G – холодный. Как я уже говорил, заметить это можно только при непосредственном сравнении, но факт весьма интересный. Смартфоны оснащены несъёмным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, задние крышки тоже несъёмные, сим-карты устанавливаются в выдвижной лоток. Причём, обратите внимание, в лотке сразу 3 посадочных места, то есть никаких компромиссов. Можно поставить сразу 2 симки и тут же карточку расширения формата microSD. Что ещё за один интересный сканер отпечатков пальцев, да и, пожалуй, всё. Теперь, что касается начинки. И там, и там установлена 1,8 гигабайт оперативной и встроенной памяти, соответственно. Но вот процессоры разные. Модель без поддержки 4G имеет процессор MTK6580, а с поддержкой 4G – MTK6739. Формально и тот, и тот четырёхъядерный, но вот в них используются разные видеоскорители. Да и общая производительность тоже разная. 6739 – синтетики почти в полтора раза мощнее 6580. Хотя, если говорить про скорость работы интерфейсов свежих смартфонов, чья память не забита десятками мессенджеров и прочими программами, то она более чем неплохая. Отчасти в этом заслуга и операционной системы Android 8.0 Go Edition, которая заточена специально под слабые смартфоны. Так что пользоваться обоими смартфонами вполне комфортно и приятно. Если говорить о начинке, то и там, и там есть однодиапазонный Wi-Fi, Bluetooth версии 4.0, есть поддержка USB OTG, ну и старшая модель поддерживает сети нового поколения 4G LTE. Как я уже говорил, аккумуляторы у них тоже одинаковые на 5000 мАч, но вот Antutu Tester всё же говорит, что младшая модель более оптимизирована с точки зрения расхода заряда. Но в любом случае можно рассчитывать на 3-4 дня работы при невысокой нагрузке и на 2 дня плотного использования. Что в этих моделях мне однозначно понравилось, так это основная камера. Она имеет родное разрешение 8 мегапикселей, вполне шустрый автофокус и способна делать очень приятные кадры при достаточном освещении. Фотки получаются резкие, детализированные, но вот фишек, как у более дорогих смартфонах, например, игры с малой гриппой разбытием фона, тут нет. А вот фронтальная камера ничем не порадовала, селфи получаются так себе. А вот теперь самое интересное. Стоимость смартфонов составляет 6,5 и 7 тысяч рублей соответственно. То есть доплата за 4G и более мощный процессор всего 500 рублей. Как-то несерьезно. С другой стороны, в достоинствах младшей модели чуть более лучшее энергопотребление. С другой стороны, кому это нужно, если на другой чаше весов более мощный процессор и поддержка сети 4G LTE. Своё мнение, как всегда, пишите в комментариях. Ну а на этом всё. Большое спасибо, что смотрели это видео. Если вам понравилось, как всегда, напишите комментарий, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а меня по-прежнему зовут Максим, вы смотрели хвп.ру. Всем пока!